Украина получит от Дании и Нидерландов 14 танков Leopard 2 A4, которые будут восстановлены компанией Rain Metal, и именно это должно компенсировать имеющуюся потерю нескольких машин после активизации украинских наступательных действий. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило немецкое издание Handelsblatt. И именно эта новость довольно активно распространилась среди украинских СМИ, с пометкой, что речь идет о еще 14 дополнительных машинах. Но очень многое говорит о том, что речь идет о тех же 14 танках Leopard 2 A4, которые были анонсированы еще 20 апреля на уровне правительства Дании. В частности, совпадает количество машин и сроки, потому что относительно ранее анонсированных машин отмечалось, что они прибудут в Украину не раньше начала 2024 года. Аналогичный срок указан немецким изданием, аналогичная и версия танков A4, а также количество. В пользу того, что речь идет о тех же машинах, и то, что танки уже законтрактованы. То есть была проведена достаточно долгая бюрократическая работа. Таким образом, очевидно, вряд ли решение Дании и Нидерландов было связано с тем, чтобы компенсировать потери. Более того, это решение принималось довольно давно, потому что даже до состояния объявления намерения проводится достаточно масштабный объем работ по подготовке такого решения. Особенно, когда он требует согласованных действий двух правительств и немецкого производителя вооружения. Но отметим, что надежда на то, что речь идет о еще 14 Leopard 2 A4 всегда остается. Но также напомним, что во время своего заявления в апреле в датском правительстве сообщили, что профинансируют восстановление и передачу в Украину около сотни танков Leopard 1 и 80 единиц должны быть переданы еще до конца 2023 года. При этом это количество также совпадает с объявленным количеством машин в Rain Metal, которое составляет 88 танков. Кроме того, именно сотни Leopard 1 прозвучало из уст министра обороны Германии Бориса Писториуса, который сообщил об увеличении поставок этих танков. И было бы действительно очень неплохо, если относительно Leopard 1 речь все же идет о еще 100 танках, а не о тех, о которых уже сообщалось ранее.